Вот так громко и весело встретили друзья, одноклассники и родные участников известной российской телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Ученики 5-й средней школы Сухума, одноклассники Саид Бирулава, Дарья Ситникова и Иоанна Амичба по итогам республиканской олимпиады были выбраны участниками интеллектуального шоу. В середине ноября ребята улетели в Москву на съемки четверть финала. Об итогах своего участия молодые интеллектуалы рассказали министру просвещения Инналу Габлия в ходе пресс-конференции. Изначально 17-го числа нас пригласили в Останкино на репетицию так называемую. И мы прибыли туда вовремя, нас всех приняли, тепло, во-первых, как и дирекция, то есть этой передачи, так и сам Юрий Павлович. Мы нас рассадили по трибунам, рассказали, где мы будем должны сидеть на протяжении всех трех дней. И объяснили нам, в какой день будет какая тема. То есть расположилась первая тема 1812 года первый день, затем второй день тема Чарльза Диккенса и третий день это тема 1942 года. Затем начался жребий. Мы были гостями, то есть ребята из Абхазии и Южной Осетии были гостями. Поэтому нам решили облегчить задачу. И в первые дни решили показать, как это все будет происходить, чтобы мы увидели, а затем уже поняли, смогли принять участие на дорожках непосредственно. В итоге в ходе игры Саид Берулава был удостоен медали за правильный ответ в четвертьфинале. Его одноклассница Дарья Ситникова заслужила медаль за правильный ответ и орден за ответ на вопрос, который был не под силу игроку-агонисту. Я сказала о том, что несмотря на то, что Россия множество раз в истории заключала мирные договоры с великими державами, самым верным союзником всегда оставались, как сказал сам император, русская армия и русский флот. И в пример к этому я привела подвиги великого адмирала российского флота, адмирала Ушакова, который рисковал своей жизнью, который множество раз доказывал свою верность, свою преданность своей родине. И вот за это мне присудили первое место. Она, мечба, помимо знаний, обрела и друзей интеллектуалов из других стран. Девушка отмечает, что и после игр была возможность пообщаться и обменяться мнениями. Девушка отмечает, что и в Кавказе, Дагестане, Кабардино, Балкария, Ерубаска, Осетия. Министр просвещения и языковой политики отмечает, умницы и умники из Абхазии достойно проявили себя в популярной российской олимпиаде. Их знания и подход к игре отметил и ведущий передачи Юрий Вяземский. После пресс-конференции Налгабля вручил молодым людям сертификаты на покупку ноутбуков, книги, цветы и грамоты. Уже в феврале 2022-го наша страна будет болеть за Дарью Ситникову в полуфинале умниц и умников. Она поборется за место в финале, которое может обеспечить поступление в МГИМО без экзаменов.